продолжаем наше приготовление салата по мексикански с сельдью вот а сейчас что мы подготовим сейчас мы подготовим для цепелинов для цепелинов ингредиенты все начнем с фарша вот у меня килограмм фарша свиноговяжьего сейчас я разделю на половину потому что килограмм не надо это очень много разделим на половинку и добавим сюда фарш лук так чистим луковицы нам понадобится я думаю что две луковицы достаточно будет на цепелины все и вот на одной луковичке вам покажу как нарезать нарезаем на фаршик половинка еще раз на половинку и вот так меленько можно на мельницы но я люблю когда в цепилинах лучок присутствует такой кусочками и вот так нарезаем все режем ну вот лук нарезали теперь берем половину фарша упаковки достаем половину бросаем к луку все бросили к луку теперь нам надо обязательно поперчить посолить перчим перчика я много люблю черный перец у меня смесь перцев 4 перца вот так посолили поперчили так хорошенечко а теперь перемешиваем перемешиваем с луком и вот так как бы выдавливая сок сейчас мы парочку раз отопьем фарш надо всегда отбивать чтобы лук смешался у нас полностью и пустил сок и так жамкаем как бы фаршик наш вот так собираем клубочек собираем фарш клубочек и пару раз вот так отбиваем парочку все фарш и пускай отдыхает у нас отставляем сторону а теперь что делаем теперь берем картошечку нарезаем картошечку еще лучка нарезаем потому что у нас еще лучок пойдет на дожарку для цепелин вот чистим картошечку чистим картошечку картошечки у нас пойдет одна треть отварим делаем пюрешку для цепелин а остальную картошечку будем натирать на острой терке аккуратненько все чистим ну вот почистили мы картошечку вот сейчас промываем водички и одну треть от этой картошки я считаю что меленькие мы берем картофелинки потому что крупные проще натирать вот такие вот меленькие одну треть от всего общего картофеля мы отварим ну вот так вот как то так все эту картошку мы оставляем а это идем отваривать картошку а теперь на мелкой терке натираем картофель на цепелины вот на этой острой очень аккуратно потому что самая такая опасная терка натираем берем наш картофель получается у нас одна треть варится мы ее превратим в пюрешку вторую часть натираем цепелины будем подавать зажарочкой у нас будет зажарочка сало и лучок и будет еще такой бекончик у нас зажарочки вот и подается еще кто любит со сметанкой можно просто со сметанкой подавать их потому что нравится все складываем сюда вот протерли мы картошечку на такой терочке острой теперь ее надо посолить немножко присаливаем она и темнеть не будет сразу когда подсоленная водичку которую мы будем готовить ней тоже подсолим немножко еще немножко можно и вот так хорошенько перемешиваем теперь наша задача взять марлечку или можно взять вафельное полотенчика я марлечку взял в два слоя и мы выкладываем массу сюда через сито и через марлечку надо хорошо процедать и вот так берем и будем отжимать сейчас полностью насухо не надо отжимать чтобы у нас осталось немножко влажный такое на картошечка а этот сок отстаиваем и полученный крахмал добавим обратно в смесь водичку сольем а все остальное что останется с крахмалом и добавим вот так хорошенько отдавливаем чтобы ушла влага основная но полностью сухо делать не надо сразу говорю немножко должно остаться все теперь обратно выкладываем нашу марту нашу картошечку надертую вот такой колобок получился у нас а это ждем когда отстоится у нас крахмал вот у нас колобок этот солененький ждем картошечку пюре и ты луковички нарезаем вот таким образом такие чтоб не совсем меленькие квадратики были вот так значит обжаривать будем начале сало с бекончиками а потом лучок ваш лучок быстрее доходит так ну вот лучок и наш бекончики ты трех видов нарезали сало и два вида бекончиков вот так лучок нарезали вначале будем обжаривать наши бекончики салом затем будем бросать лук все покажу теперь то что я говорил у нас остался крахмал этот крахмал который слили мы его аккуратненько собираем и все нашу картошечку если крахмала вас будет мало можно добавить еще ложку крахмала обычного или там кукурузного или картофельного разницы нет но здесь достаточно крахмала все собрали а теперь перемешиваем все перемешиваем и будем формировать наши цепелинчики принцип очень простой формировки и будем укладывать здесь на досточку опять же все ингредиенты будут у нас под видео все вот так вот рукой перемешиваем еще хорошенько все берем наш колобок вот такой колобок колобок получился у нас видите да я теперь беру вот так захватываю прямо раз это наши цепелинчики будут вот так полную ладошку набираете раз у вас получится все у нас получилось ровно восемь штучек цепелинчиков так теперь что делаем теперь берем значит картошки где-то одна треть будет идти у нас фарша вот мы берем вот так распластываем берем кусочек фарша вот так его продолговато делаем и вот так собираем видите да и собираем и так пропихивая наш цепелинчик чтобы у нас оказалась картошка внутри вот так защипываем и и теперь такими вот движениями ладошками делаем заостренные с двух сторон это же и будут наши дирижабле цепелинчики вот видите да вот такого размера у нас получаться один так так собираем применяем его чтобы он внутри оставался вот так как парень и прищипываем немножко и опять крутим ладошками формируя такой дирижаблик маленький дирижаблик вот видите да второй так теперь третий пошел у нас для третьего берем фаршик тоже залепливаем и вот так раз залепили и вперед крутим 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 вот такие с двух сторон получается они очень податная картофельное тесто получается с обоих сторон очень аккуратненько и получается и еще один показываю остальные долеплю уже без камеры чтобы вас во время не занимать все где-то получается фарша одна треть по отношению картофеля понятненько да и вот так залепливаем а так защипываем быстренько вот и вперед и вперед формировать наши дирижабли вкуснятина необыкновенные сытно очень конечно сразу скажу вот все ну вот мы налили воду кипятим воду затем взяли две ложки растворили меня крахмал кукурузный две ложки столовой крахмала воду бросили ложечку сок соли так как цепелины у нас должны быть подсолены немножечко вода сейчас закипит и получи получится у нас такой легкий кисель вот такой вот легкий кисель потому что здесь крахмал если без крахмала делать то цепелины просто у вас развалятся сейчас водичка закипит и начинаем закладывать наши цепелины а параллельно включаем здесь сковородку и будем зажаривать нашу поджарочку к цепелинам вот параллельно у нас сковородочка стоит бросаем сюда сковородку нашу поджарочку вот так салом чуть позже будем выбрать выбросать все остальное лучок так все позже пойдет лук у нас все вода закипела мы берем цепелины и аккуратненько закладываем нашу воду топим их немножко огонь можно убавить до семерочки вот все восемь штук мы закладываем и варим где-то они всплывут варим минут 25 у нас получится через 25 минут уже фарш будет готов потому что картошка в общем-то наполовину с сырой посему вот так все ждем закипание ну вот цепелинчики у нас кипят время прошло три минутки всего зажарочка у нас уже прожарилась немножко и мы позже добавляем лук учатки пошли добавлять лук запах стоит вообще обалденный вот этой вкуснятины такой прикопченной вы не представляете как вкусно пахнет обязательно приготовьте себе это блюдо каждый день конечно его не есть потому что поправитесь а так попробовать конечно можно забывайте подавать сметану кто-то не любит пожаркой можно сметану подавать вот так хорошенько прожариваем все цепелины начали всплывать у нас немножко уменьшим огонь и пусть они провариваются аккуратненько чтобы сильно бурлели обязательно крахмал добавляйте потому что если вы крахмал не добавите у вас просто они развалятся все ингредиенты опять будет под видео в описании ну вот у нас прожарочка прожарилась все цепелины еще десять минут должны дойти и будем доставать и пробовать угощать гостей будем и наши гости уважаемые вот лиза унтамара приехали отдохнули хорошо приехали привезли нам хороший подарок и сеньки и их но хамарик дать битте сит вот вот такие приготовленные цепелины то что мы готовили сегодня как раз на канале всем приятного аппетита good на аппетит приятного аппетита на самолёт Субтитры делал Daganana Субтитры делал Даня Безусно, я хочу посетить, да? Я буду посетить ее раз. И я хочу посетить только в городе. Кандилария не ведет. Кандилария не ведет. Это красный остров, да? Нет, Кандилария стоит очень крусти. Я даже не знаю, в городе, да? Я не знаю, в городе. Ну, надо покупать. нет, нет. Да, это было реально. Ты посетила 4. стуфа, да? Или 3 стуфа? Нет, нет. Да, в Тenerife. Да, в коронавирусе. Да, нет, нет. 2 стуфа. 2, да? И теперь 1 стуфа. И вот здесь. И в Москве очень сильный. И очень много детей. Да. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Сомнстаге есть в Уяте, в Уяте на Клайне Умзуг. В Уяте на Сомнстаге и в каждую неделю, 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 в Кильпаде на Крайне Уитара. В Диденьстаге есть в Санта-Прус. В Тене на Крайне уют, который будет обт batут 3-4 стуфа. Утенн – в текущей Утубанде у 2022. Утенн – там, в Асхамитвоче, в Уяте на Садинахе – в годах в Кваде будет ресью... в общем, мы столезно в кише, поэтому он фишки, он сидит под наименем его и вверх и вburger руке будет всейmusик, и вверх и вверх идут в городской городской Родзр, все-таки, тифт рауо, брак, шлеяр, шварц, и вины, и дело вверх, и дошли в стол, укрой в страну, и я не знаю, что вы идете вверх, но вода идет с нашими nearby, и потом идут в хохов и подеш ficем сюда и заворачиваются по укройland, Возьмите их в воду, в хавенбеку, и потом измерите их в феуерверситете. Возьмите их на Плаза Чарко, это большой площадь, когда мы продолжаем страницу. Там есть Каноны? Да, но... все у нас граммофон заведем покушали сейчас нас тортик будет все вот такой тортик кушаем чай кофе вот девчонки пришли с таким подарком вот бит ее стоит вот такой подарок если такие благодарные у нас подруги вот тут много много всего всего разного алиса смотрит в телефоне вот на петель и цепи все как Добрый день! Добрый день! Пруст! 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 Пчем челси, дорогие города Мы приносим в подарках вот такой тортик Макковне. Стоит это снова? Да, нужно просто поднимать его на ряду. На ряду. Или ты возьмешь его на ряду и возьмешь его на ряду. И теперь он работает. Но нужно на каждой платы его надель мыть. И ты сможешь на 100 надель. А, действительно? Да, и ты всегда должен это устранить. Ну, это очень круто. Верпроект с нами. Да, это очень круто. Да, это очень круто. Я тоже тоже не могу. Но у меня есть хорошая качество. О, мой бог. О, мой бог. О, мой бог. О, мой бог. Погнал вам. Один спилит. Ммм. Это невероятно. Каротен. Зимит, да. Зимит. Зимит, немножко муско. Муско. Му-мм. Крем-чиз. Готово. меня это с 5 торты и андерим зумка ротин я нас андрею и крымик савара м и андре кремик heute das чес я вас и ядас ганс дурте и остальное, я крюмить. Далее тоже крюме. Здесь крюме не крюме. Мы все у нас есть. Мы готовы к боксу, и все, что есть. Саша делает шуми. Далее. Лиза. Да, да. Да, вместе. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. ОНЕ ЗАНЕ ДАС ГЕССЕН ДАС НОА ДАС БРАИ ГЕСТЕН АСТРОНАПТИК ЧТО НЕ ПРУСМНе Fallout ОНЕ ДАС nomолололололололололол wеep. Балилиот пelled �adi охhake上げ Quega 4-0incbr Edit в Мёртшах, которые сейчас тоже в магазине. И это же Карина. Ты знаешь, что ты знаешь, что Карина, которая в Нейн-Брунне живёт? Да, я знаю. Аман. Аман. Мы в Мёртшах, мы в Мёртшах, мы в Мёртшах и мы хотели с ней поговорить, как мы делали. И Мария бы хотел с ней в кооперации. Она не хочет, она не хочет, она просто обракивает. Карина? Да, она была немного distanzирована. Она сказала, что мы хотели бы посмотреть, как она выглядит. Мы с Мария поговорим, и мы поговорим, если мы поговорим, об этом мы с ней поговорим, потому что мы должны быть в Мёртшах, мы должны быть в Мёртшах, в Мёртшах. Жизнь, и мы должны быть в Мёртшах, где они никогда не могут быть в Мёртшах, чтобы они могут быть в Мёртшах, или они физически красивые и умеют. И если мы хотим, давай мы, чтобы мы, мы могли разговаться. Давайте, мы должны говорить о том, а может нечто у вас, и в том числе, чтобы у вас есть какие-то правительные деньги, потому что это просто Кюшен, Масчин, Ски и другие, и я не хочу больше всего 10 евро, чтобы вы просто не сможете найти правительные деньги. да, даже если ты вылетел, какая же девочка скажешь, как вы двойцов же только мы делали. Да, место о том, или? Да, да, и радио, это также такое, с учебой у нас, в моем году заканчивается обо мне деньги, и ты, собственно, можешь взять деньги на тему двойцов, чтобы человек, в несказательном педрызAK, да, это уже не так. Да, конечно, да. И да, когда ты medida в Центрику зацепил отмечаешь, и если кто-то из-за этого случается, что что-то случилось, что-то не было. Да, я думаю, что этот предложение, что Мария может быть, или что-то с Кристиной, или что-то с Кристиной, или что-то с Кристиной. Да, потому что мы говорили, что с Павелом, что-то с Кристиной, если кто-то подходит, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Сейчас уже все осталось. У нас есть кое-канин-тюре. Я не хочу ничего сделать. У нас есть горы Косты. У нас есть, я думаю, 8 Кюшен-Масчины.